В Исландии живет немногим более 300 тысяч человек. В этой стране довольно суровый климат, здесь нет залежей нефти и газа, зато есть вулканы, которые периодически извергаются. Несмотря на все это, по индексу человеческого развития Исландия находится на шестом месте в мире, обогнав Сингапур, США и Канаду. Я не буду разбираться в причинах исландского экономического чуда, но покажу, почему исландцы крутые на примере двух несвязанных между собой тем. Геотермальной энергетики и исландской полиции. Исландия живет на пороховой бочке. Все эти геотермальные источники, гейзеры, грязевые котлы и парящие горы яркое свидетельство того, что в недрах Исландии происходят процессы, которые могут привести к катастрофе. Вообще история Исландии, она неразрывно связана с вулканами. Они дали жизнь Исландии, и они же периодически пытаются ее забрать. Сильные извержения случаются здесь в среднем раз в 4 года. И одно из таких извержений нам с вами хорошо известно. В результате извержения 2010 года в атмосферу поднялось облако вулканического пепла. Более 63 тысяч авиарейсов было отменено. Авиаперевозчики понесли убытки на сумму около 200 миллионов долларов. Я сейчас говорю об извержении вулкана с труднопроизносимым названием Эйяф... Сейчас будет на экране. Блин, это такое сложное название, я боялся произнести его неправильно, написал его на футболке. В общем, вы поняли. Это не самое сложное название вулкана в Исландии. Да, названия вулканов в Исландии иногда могут быть страшнее их разрушительной силы. Баурдарбунга Крисювик Лисюхоудль Престахнукур Цнайфедльс Тинфядлайокюдль Вот сейчас можно будет реально вызвать дьявола. Тунгнафедльс Йокюдль Хердюбр... Блин, для кого они это писали? Ну, серьезно. Ну, окей, исландцы, они могут это произнести. Но что думают европейцы, когда... Вот представьте, вулкан Тунгнафедльс Йокюдль Не дай бог, конечно, начнется извержение. Мне кажется, что дикторы новостей сломают себе язык просто. Кто бы там как хорошо скороговорки не говорил, но невозможно произвести Тунгнафедлс Йокюдль в кадре нормально. И это не все. Хердюбрейт Хверфядль Эльдфедль Эрайвьёк... Блин, ребята. Исландский язык, что ты делаешь с нами? Да, справедливости ради нужно сказать, что не только Исландия страдает от вулканов. Это поверхность острова Лансирота, входящего в группу Канарских островов. Все, что вы видите, последствия множества извержений. А это уже чуточку покруче. Это активный вулкан в Никарагуа, небольшой стране в Центральной Америке. Вживую это выглядит очень впечатляюще и довольно страшно. Так почему же исландцы в опросах вулканов такие крутые? Ответ кроется в этой картинке. Блин, ну это очень по-исландски. Вот этот белый домик в центре застывшей лавы, это как будто собирательный образ этой страны. Потому что вся Исландия научилась не просто выживать в условиях вулканов и постоянных извержений, а еще таки хорошо наживаться на этом. Потому что они по-настоящему усмирили геотермальную энергию. Это одна из пяти геотермальных электростанций в Исландии, которые суммарно покрывают 65% всех потребностей страны в электроэнергии. Как они работают? Конкретно в этой электростанции есть 33 скважины, которые пробурены на глубину больше 2000 метров. Так как вода там нагрета до температуры 200 или может быть больше градусов, то она уже в виде пара, то есть фактически поднимается пар с такой глубины. И дальше все очень просто, дальше все как простой электростанции. Раскручивается турбина и получается электричество. Но в случае с геотермальной электростанцией у тебя есть еще один бонус. Это то, что у тебя как излишек, как избыток, есть еще горячая вода, которую ты можешь пустить просто людям, подвезти людям в квартиры. Что исландцы и делают? Весь, абсолютно весь Рейкьявик питается горячей водой из подобной геотермальной электростанции. Горячей воды так много, что с ее помощью в Рейкьявике подогревают улицы зимой, чтобы было примерно так. В этом смысле открою вам небольшую тайну о, наверное, самом популярном геотермальном курорте в Исландии – Голубой лагуне. Не многие знают, но на самом деле вода в этом бассейне – это отходы, ну, излишки геотермальной электростанции, которая находится здесь поблизости. Эта вода для начала используется для раскручивания турбин, которые вырабатывают электроэнергию, потом для питания жилых домов горячей водой, а уже потом, то есть все эти, весь этот избыток воды попадает сюда, в этот бассейн, где используется для рекреационных целей. Изначально вся эта территория была просто, ну, таким бассейном, куда сливалась вода, отработавшая вода из геотермальной электростанции. Но сейчас на этом Исландия делает очень большие деньги, я думаю, сравнимые с оборотом геотермальной электростанции. Понимаете, да? То, что в Исландии называется Голубой лагуной, у нас называется теплыми водами. В общем, это обычное озеро рядом с обычной ТЭЦ. Но и это еще не все. Спектр применения геотермальной энергии гораздо шире, чем вы можете представить. Итак, имеем горячий источник с температурой под 100 градусов, сосиски и яйца. Вопрос, сможем ли мы с помощью всего этого приготовить себе завтрак? Ух, ё, оно горячее. А-а-а! Оно реально горячее. Ну, тест-драйв. Ну, это для тех, кто любит пожиже, что называется. Ну, оно, конечно, не вкрутую, но результат вот такой. А горячее. Короче, ребята, гипотеза подтвердилась. В горячих источниках в Исландии таки можно варить яйца. Ну, вы поняли. А, еще сосиски есть, ё-моё. Не, сосиски просто идеальные. Просто идеальные. Вот как я люблю. Завтрак по-исландски. Не сожгли ни одной килокалории, ну, в смысле, там, угля, электричества и всего остального. Чисто на геотермальной энергии. Понимаете, как исландцы теперь добывают свое электричество и горячую воду? Все здесь. Даже завтрак. Еще одна тема, о которой я хотел бы рассказать, это исландская полиция. В Исландии уровень криминалитета практически равен нулю, поэтому давайте посмотрим, как здесь работают полицейские. You wanna come inside? Yeah, really. Sure. Thank you so much. Хотя, стоп. Обзор полиции лучше начинать не с участка, а с официального инстаграма исландской полиции. Вот здесь точно можно понять, чем эти ребята занимаются. Поехали. Слушайте, я знаю, что в это сложно поверить, но на всякий случай вам напомню. Мы до сих пор смотрим официальный инстаграм исландской полиции. В общем, ребят, я надеюсь, вы поняли, что исландская полиция занимается всем, кроме работы. Просто по той причине, что работы у исландской полиции как бы нет. И это правда, наверное, самый милый аккаунт в инстаграме, так что подпишитесь на него, чтобы в вашей жизни было больше добра и милоты. Ну а сейчас давайте немного разберемся в деталях. Однако использовать оружие исландской полиции все же пришлось. В 2013 году полицейские застрелили человека. Это, безусловно, грустный факт. Но есть в этом кое-что удивительное. Это было первое убийство за всю историю исландской полиции. И тот день был объявлен днем траура. Полиция даже принесла официальные извинения, хотя действовала в рамках закона. Я знаю, что это не совсем корректное сравнение, но все же. Сейчас вы видите список людей, которых застрелили американские полицейские. И это список только за один месяц. За январь 2018 года. Продолжим. С какими преступлениями сталкивается исландская полиция? И последний раз это было трактинг-працизм. Продолжим? Это было тракт-працизм. Это было в последний раз. Три дня назад. Как это было с тракт-працизм? Он был тракт-працизм. Это криминальная активность или что-то? Это криминальная активность, да. Вы используете лицензии. Они берут лицензии и... И какие-то серьезные кримии или что-то? Мы иногда имеем... Тефт. Ага, окей. Это больше, что... Есть группы, которые приходят из других стран. Товарищи? Да, если вы хотите посмотреть на станцию. Потому что мы в таком месте, мы должны... У нас много путешественников на земле. Да, да. У нас активная мунтаина, готова, чтобы ускорить в время. Иногда есть... Это может случиться, если ускорить волканы. Да, это может случиться в следующем году. Может быть в этом году, но мы не знаем. Итак, друзья, сейчас небольшой эксклюзив. Что же находится в камерах у исландской полиции? Журналтики. Научные журналы. Это полный капец. Потому что здесь, в каталажке, здесь лежат научные журналы. Это же не тюрьма. Это просто рай какой-то. Кнопка вызова. Это подарок для детей. Ты очень красивый. Не только ты, но и все полиции. Я думаю, что это больше. Основная работа полиции в городах поблизости Ледника это вызволять туристов, которые заблудились или застряли во льдах. Для этого у них есть даже специальная техника. Джип на больших колесах. И барбекю. В этот день не повезло и совершенно случайно я заснял такую операцию. Мы получили телефон. Мы получили звонки. Возможно, что это человек, в море. Да, это спасатель. Они волонтеры. О, реально? Да. Все из-за защиты в Исландии в Исландии есть волонтер. Друзья, привет. Меня зовут Антон. Я из Украины. Я делаю фильм о Исландии и о полиции Исландии. И так далее. Если не спрашиваю, я задам какие-то вопросы. Ты волонтер, да? Ты профессиональный клап-шумпер. Нет, я просто волонтер. Просто волонтер. Так что ты не получаешь денег за это? Нет, нет. Это твоя работа, да? Да, я работаю в офисе. Я инженер. Да, ладно. Я могу выбрать между офисом и этим. Это не просто. Ты в офисе, да? Да. И ты просто делаешь звук, что кто-то встал в море. Да? И ты перестанешь работать? Да? Да. И там нет человек? Ну, мы не могли найти одного. У нас были спорты, но мы взяли дрона, и мы ходили туда, но мы не могли найти его. В распоряжении спасателей, кроме автомобилей, есть промышленные дроны, с дальностью полета до 8 километров, оснащенные тепловизорами, с помощью которых можно обнаружить человека даже в условиях плохой видимости. В такие моменты я очень жалею, что я не понимаю Исландского, потому что происходит какой-то диалог. По-моему, они что-то нашли, потому что все оживились, но... это реально реально реально. О чем они говорят? Окей. Слушайте, он огромный. Похоже на какую-то GoPro. Спасибо. Это огромный. Видите? О, вау. Я пошла. Я обрежу эту тоже. А, вы можете видеть какое-то светлое на экране. Да. И это как антенна, да? Или что-то. Трансметер. Это так работает исландская полиция и исландские спасатели. В общем, это действительно удивительная страна. За неделю пребывания здесь я по-настоящему проникся уважением к ее жителям и к тому, как мастерски они выкручиваются из всяких сложностей. Если вам, как и мне, интересна Исландия, то рекомендую посмотреть мой большой блог и другие видеоролики из этой действительно очень красивой страны. Продолжение следует...